Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал! Я сегодня в гостях у Артёма Козельского, чемпиона всех чемпионов за последние несколько лет. И сегодня очень животрепещущая тема – это обучение персонала бани, а именно пармастера, пармейстера, банщика, как ещё можно назвать? Парамахателя. Пардела. Повелителя веера. Да. Парфессора. Пархангела. Пархангела, потому что на сегодняшний момент ощущается большая нехватка персонала в общественных и в коммерческих банях, а также гости начали просить театров в бане. Я правильно говорю? Да, совершенно верно. Сейчас идёт такая тенденция, и ты это прекрасно видишь в прямом эфире, что строится огромное количество термальных банных комплексов, больших общественных термо-аквапарки, вообще по всей стране. Просто сейчас бум строительства. В небольшом городе, где я живу, за это лето возводится 5 термальных комплексов на 160 тысяч населения. Что говорить о городах-миллионниках, я уже даже и не знаю. Ну, я думаю, что скоро, да, где-то примерно на каждые 100 тысяч жителей будет по одной общественной бане, по одному термокомплексу. И всё это требует обслуживания персонала. Артём, что это такое, как обучить персонал? На что нужно посмотреть, как отобрать персонал? Персонал – это головная боль банных комплексов, потому что ребят сейчас не так много, которые могут на качественном, достойном уровне как и проводить банные мероприятия, так и оказывать нужный уровень сервиса гостям. А гости сейчас насмотрены, поездили по заграницам, увидели, как это может быть, и хотят подобное видеть и у нас в стране, и в ресторанах, вообще в индустрии гостеприимства. И банно-оздоровительное дело – это, конечно, не исключение. И да, сейчас идёт огромный тренд именно на обучение персонала. И сейчас не так много народу у нас в стране, которые обучают именно проводить большие коллективные программы. Потому что, опять же, это тренд, который начинает и набирает, набирает, набирает обороты. Ну да, за последние три года, я думаю, прям апнуло. Начиная с мероприятия Свидного. Да, Свидного, да, мы провели первый чемпионат по коллективному парению в России. И вот прям как снежный ком идёт, 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 нарастает. Почему это происходит? Гости термальных комплексов приходят отдыхать. Отдыхать, соответственно, телом, погреть тело, искупаться, провести время с семьёй и отдохнуть очами и ушами, то есть посмотреть, что и мастера готовят. Если в общественной бане сложился определённый такой ритуал – помолчать, послушать пар, подышать травами, то гости, которые приходят в термальные комплексы, им нужно уже какой-то иной уровень развлечения. То есть, как ты сказал, Марат, театр, шоу, какой-то номер, связанный как и с прогревом, так и с какой-то музыкальной частью, так и с какой-то визуальной частью. То есть зрители приходят отдохнуть, развлечься, забыть о всех проблемах и просто... Да, я перебью, прошу прощения, но на самом деле вот посидеть, помолчать – это хорошая традиция, когда ты сидишь в парной, молчишь и слушаешь пар, особенно если ещё тапочки снял. Но, тем не менее, если мы возьмём, в пример, «Жар птицу на Масловке», общественную баню, они там и песни поют, они там устраивают и какие-то шоу, коллективные пары. Первый, кстати, коллективный пар ввёлся, условно ввёлся, и Юрий Владимирович Алексеев получил патент, это баня Алексеева, вкусный пар. Но также могу заметить, что ещё во времена с 90-х, по крайней мере, это то, что я ещё помню, в 90-х годах уже в Усачёвских банях были дни, когда там пели. То есть я помню точно, что там пели люди. То есть было какое-то всё-таки массовость. Какое-то развлечение. Да, какое-то развлечение. И помимо этого, я точно знаю ещё одни бани в Москве, где не то что шоу было, а, ну, Селезнёвские бани, да, с их вентилятором шоу. Вентилятором знаменитым. Да. На Западе Москвы тоже были, скажем так, энтузиасты, которые делали что-то красивое именно для коллективного пара. Ладно, мы отошли от темы, как всё-таки найти пармастера, как его правильно обучить и что он должен уметь делать? Во-первых, человек, пармастер, который идёт коллективной пары, должен уметь общаться, должен уметь улыбаться, не должен бояться зрителей. Очень часто это большая проблема, к сожалению, и мы уже научились с ней работать, как начинающего мастера подготовить к работе с толпой. Потому что много мастеров, которые работают один на один, работают вениками, когда работают с большим количеством гостей, это совершенно иной уровень взаимодействия. Ты должен брать на себя всё внимание и, соответственно, отдавать что-то, отдавать своё действие, чтобы гости как заворожённые на тебя смотрели, загипнотизировать их, и чтобы они вовлеклись на эти 7-10 минут, пока идёт вот это вот коллективное представление, чтобы они забыли обо всём и смотрели на тебя. Ну, мы уже разработали свою, скажем так, технологию подготовки таких людей, то есть даём азы и ораторского какого-то мастерства, и как выглядеть, как двигаться, как действовать, и что самое главное, как правильно управлять паром, потому что всё-таки зрители приходят на прогрев в первую очередь. И вот эти все моменты, они, безусловно, крайне важны. Как двигаться, как смотреть, как управлять паром, и как давать то самое шоу. Ну, и потом дальше идёт подбор музыки, подбор ароматов, подбор сценариев, потому что, как правильно сказал Марат, были энтузиасты, но когда человек работает в термокомплексе, ему нужно каждый день на протяжении всего, скажем так, сезона систематично давать повторяемый результат. И вот над этим мы и работаем, чтобы давать руководителям термальных комплексов готовые сценарии и подготавливать, соответственно, людей, чтобы они изо дня в день с улыбкой, с воодушевлением развлекали гостей. Давай сразу, к примеру, мы живым. Где вы поставили программу? Во-первых, у себя дома, это город Челябинск, термальный комплекс вода, термальный комплекс лета. Сейчас ведём переговоры с другими известными термальными комплексами. Немножко работали с мясом, солнечной долиной. Мы сами проводим уже несколько лет подряд своими силами, силами своей команды в различных банях подобные мероприятия. Но Тёма Бани – это уже бренд. Ну, надеюсь. Сложившийся бренд. Сложившийся, да, в том числе. И более того, сейчас идёт запрос и у коммерческих бань на какие-то коллективные пары, чтобы, опять же, развлекать своих гостей, скажем так, перед индивидуальным прогревом и чтобы, соответственно, дополнительно продавать больше услуг. Послушай, а в процесс обучения что входит? Процесс обучения входит, ну, во-первых, в теоретическую часть, естественно, то есть там некие основы актёрского мастерства, основы экономики впечатлений, основы пародинамики, основы там, как взаимодействовать, скажем так, со зрителями. Ну и работаем с некими страхами, фобиями, как убрать страх выступления, страх толпы, немножко как самому расслабиться, потому что когда мастер расслаблен, он сможет расслабить и всех, кто его окружает. Ну и много-много практики. То есть наш подход, подход тема бани, это практика впереди теории идёт. То есть мы много работаем именно в парной, оттачиваем движения, оттачиваем сценарии, речёвки, скрипты, чтобы ребята уже работали на автомате и не уставали. Послушай, вот ты говоришь, речёвки, скрипты, обучение в парной проходит больше времени, чем, я так понял, психологические аспекты, да, воспитание пармастера, пармейстера, профессора. Да, а ты можешь рассказать какую-то, ну скажем, разбить сейчас процедуру, вот эти вот 7-10 минут на части, составные части с приветствия, да, начала и сделать, ну, рассказать зрителям об оптимальной программе, что она должна в себя включать. Ну, оптимальная программа включает, но она длится действительно минут 7, обычно в термальных комплексах, 10 это уже небольшой перебор, не все выдерживают 10 минут, на самом деле, потому что, как правило, печки хорошо натоплены, и нужно за 6-7 минут успеть. В-первых, приветствия, небольшая техника безопасности, спросить, аллергия не аллергии, спросить, держат пар, не держат, дать какие-то вводные данные, что оставить тапочки здесь, предупредить о мокром плах, ну, в общем, дать некий такой экскурс в тему безопасности, чтобы зрители чувствовали себя в безопасности. Потом легкое начало, легкий прогрев, выходим в пик, уходим с пика, можно дать легкий контраст, еще чуть-чуть догреть зрителя, и в это время, опять же, в зависимости от сценария, это может быть какая-то песенная история, когда мы все вместе поим песню, это может быть сказочная история, какая-то драматичная история, в общем, главное зрителя вести по неким эмоциональным и по температурным качелям, то есть не постоянно накидывать пар, не постоянно там повышать музыку и прочее, а чуть-чуть дать временами отдохнуть, чуть-чуть вывести в пик, чуть-чуть снова отдохнуть, в общем, по всем законам драматического жанра кино, в принципе. Все блокбастеры так и пишутся по этим сценариям. Послушай, тогда скажи мне, пожалуйста, чем принципиальное отличие между индивидуальным парением, я понимаю всю боль и глубину вопроса, между индивидуальным парением и коллективным парением для самого пармастера внутри него. Ты же не можешь, вот когда ты индивидуально работаешь, ты можешь прям вот ласково сделать хорошо одному человеку, а тут надо ласково хорошо сделать всем. Смотри, индивидуальное парение, оно очень часто основывается на физике во многом. Как мастер подготовлен, какая у него техника взаимодействия с гостем, как он владеет вениками, как владеет паром. Когда мастер работает именно на коллективном парении с большим количеством зрителей, тут все зависит от его состояния. То есть как он настроился, как он передает, как он вещает, как он говорит. Тут физика не такое значение имеет. Безусловно, имеет значение техника, как двигаться, как работать веером, полотенцем, опахалом. Это все имеет значение, но, как правило, приемов меньше, чем работа веников. Они не так сильно заморочены. И тут именно вот своими движениями, телодвижениями, разговором, термосугестией. Я узнал недавно, как это называется. А, да, да. Привет, Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, да. Красная Поляна. То есть все зависит именно от состояния мастера, когда он работает на коллективном паре. То есть это и работает в психологии больше, нежели чем с постановкой техники. Послушай, смотри, вот когда ты работаешь в индивидуалке, ты не уходишь в какие-то высокие температуры, да, ну, то есть тебе, и тебе, и гостю это особо не надо, да, за исключением Столиваров. Если мы говорим про общественную баню, то там наоборот, температура, как ты говоришь, и правильно говоришь, там всегда порядка 90 градусов в среднем температура по больнице. Плюс пар. Я просто был свидетелем, когда именитые люди, которые хорошо парят индивидуально, брали веера, заходили в общественную парную и говорили, мы сейчас всех порвем, и после 30 секунд падали на палубу. Слушай, это все дело привычки, то есть, опять же, вот это вот и обучение идет несколько дней, в том числе, чтобы мастера привыкли к этим условиям, к этим кондициям. Когда ты выходишь из индивидуального формата и переходишь в коллективный, нужно некоторое время, чтобы адаптироваться, адаптироваться к пространству, где работаешь, потому что, когда работаешь один, ты стоишь там на одном месте, шаг вправо, шаг влево. Когда работаешь с группой, особенно, когда там парилка на сто с лишним человек, нужно еще и передвигаться по ней, уметь, нужно и терпеть пар, скажем так, и уметь управлять от себя и на гости, и сделать так, чтобы и верхним рядам досталось, и нижним рядам досталось плюс-минус одинаково. И над этим мы, конечно, безусловно, тоже работаем. Да, и смотри, индивидуальный гость может тебя попросить, да, вот работа с возражениями, я к чему веду, сделай пожарче, сделай поменьше. А в коллективном невозможно такое сделать. То есть люди сразу, изначально соглашаются на максималку, скажем так. Я соглашусь, но единственное такое примечание, как я уже упоминал, сначала идет некая техника безопасности, на которой мастер обязан сказать, что кто любит пожарче, может сесть повыше, кто любит помягче, может сесть пониже. Как правило, в термах, в общественных банях этажность есть там, два-три этажа. И, соответственно, уже зрители, зная эти водные данные, могут выбирать, где им находиться, помягче или пожестче. Послушай, а программа обучения, это сколько по времени и как она разбита по этапу? Ну, в среднем от трех до пяти дней, но я рекомендую пять дней все-таки, потому что три дня маловато бывает. Если комплекс небольшой, например, какая-то коммерческая баня с большими парилками, там обычно трех дней может хватить. Как правило, ребята уже более-менее опытные приходят, им нужно дать некие сценарии, некие водные данные. Когда открывается, например, большой термальный комплекс, во-первых, идет большая предварительная работа по написанию номеров, сценариев, по написанию скриптов, по подбору музыки и прочее, прочее, прочее. И дней пять нужно ребятам, мастерам, чтобы, скажем так, отработать каждый из номеров, потому что разные парилки. Мы недавно прорабатывали, делали коммерческое предложение термального комплекса, там 10 парилок, все разные, и под каждый нужно подготовить номер, соответственно, под каждый нужно подготовить ребят. И это, конечно, требует достаточно большого времени на проработку. Ну да, это достаточно много. Послушай, а ты говоришь скрипт, а что в себя включает скрипт, скажем так, карта парения? Карта парения. Ну, во-первых, сначала проводится анализ, какие парилки под эти парные помещения прописываются несколько вариантов сценариев, они утверждаются с руководством, и уже в зависимости от сценариев прописывается, собственно, ну, грубо говоря, весь техпроцесс, вся карта, что сказать, что взять, какие материалы, в какой момент сделать контраст, в какой момент поддать, в какой момент улыбнуться. То есть, когда мастер это все изучает, отрабатывает на практике, он уже точно может знать и уже на автомате проводить программы, не теряя качества день от дня. Послушай, тогда еще вопрос. Ты был во многих банях, видел, на самом деле, многие программы, вот Жарптица сегодня уже упомянуты, они сделали школу банного мастерства у себя, по крайней мере, начинают, да? Ну, прекрасно. С обучением делать. Вопрос, в каких банях, в которых ты был, где тебе понравились коллективные пары? Самый лучший коллективный? Ну, не там, где ты преподавал. Слушай, сейчас самые лучшие коллективные пары проходят, я вижу, на соревнованиях по коллективному пару, потому что, ребята готовятся и действительно дают что-то новое. В системе пока не так много, потому что только-только начинается вот эта вот история. Знаю, в Самаре проходят неплохие истории, знаю, в Воткинске, там ребята инициативные тоже делают хорошие, скажем так, инициативные. В Тюмени тоже ребят стараются, городские парильни. Но пока это еще, скажем так, из зачаточного состояния в состояние, скажем так, младенца переходит. За рождение. Нету системы, да, за рождение. И думаю, за коллективными парами, которые проходят в термальных комплексах, в Термал-Инде, кстати, ребята прикольно проводили в свое время. Давно там не было, не знаю, что сейчас, но раньше так. Там было интересно, скажем так. Вот за ними будущее, потому что, говорю еще раз, зрители приходят за зрелищем, причем за сезонным зрелищем. И вот это вот разнообразие, оно, конечно, будет нарастать. И, как всегда, скоро товарищи европейцы останутся далеко позади. Вообще, без сомнений, вопрос, как быстро устраивает программа? Через сменяемость раз в полгода, раз в год, сезон, не сезон? Где-то за, в течение года идет, как правило, два сезона. Условно, лето, условно, зиму, и процентов 30 номеров нужно сменять. Потому что, как правило, есть, например, шоу-бестселлеры, на которые все приходят специально. Блин, а будет вот этот мастер, а будет вот этот номер. А есть, которые, ну, так, вроде прикольненько, но можно что-то и поменять. Я просто почему спрашиваю, потому что, то есть, ты же не мог, ты, ну, как по мне, я не буду ходить в баню, как в театр, на одну и ту же постановку. Мне нужно что-то постоянно новое. Если в общественной бане ты все время приходишь, и тебе всегда хорошо, на пихтовом пару, ты всегда знаешь, будет полынь, тебе это радует, будет доник, тебе это радует, чесночок там с луком, может быть, в конце тебя это радует. Но здесь-то глаз все-таки начинает приедаться. Ну, скажу так, на моем примере, вот мы когда работали с термальным комплексом, с крупным в Челябинске, мы через полгода сменили половину программ. То есть, раз в полгода идет, ну, где-то ротация процентов на 25-30. То есть, вы обучаете и прописываете скрипты, и потом еще сопровождаете. Ну, зависит от условий контракта, да, естественно. То есть, контракт на год, то есть, мы в течение там прописали, запустили, через полгода обновили, и плюс консалтинг идет на протяжении всего периода. Ну, друзья мои, я думаю, исчерпывающие. Все, что я мог вытянуть из Артема, мы вытянули. Артем Козельский, чемпион всех чемпионов. Прошу любить и жаловать, ссылочки будут под видео. Обращайтесь. А я на этом прощаюсь. Всего доброго. Спасибо, Банни Молодея, где мы сегодня здесь сидим. Да, уже попарились даже. Напарились. Напаренный человек счастливый. Да, сладкого пару вкусили прям. Ну, и, конечно же, увидимся в следующих роликах. Всего доброго. Радуйтесь жизни. Всем пока. Парьтесь, Банни, не парьтесь в жизни.